Мой путь в науку начался с раннего моего детства. Тема неоднозначная очень. Молодость, как сказал Гёте, это недостаток, который очень быстро проходит. Научить учиться, на мой взгляд, это на сегодняшний день самое важное. Меня зовут Наталья Анцух. Я являюсь председателем Совета молодых ученых Белорусского государственного университета. На данный момент мне 34 года, а свою диссертацию кандидатскую я защитила в 27 лет. Тема моей диссертации – суррогатное материнство в международном частном праве. Эта тема была выбрана не спонтанно. Дело в том, что в аспирантуру я поступила в 2007 году, а в 2006 году институт суррогатного материнства был введен в законодательство в Республике Беларусь. И впервые в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье появилась статья, где говорилось о том, что же такое суррогатное материнство и как мы, в принципе, можем его применять. Когда выбиралась тема, в первую очередь мы смотрели, чтобы эта тема была актуальна, и чтобы присутствовала новизна в этой теме, и, конечно, чтобы была практическая применимость. Когда я писала, тема неоднозначная очень, и отношение каждого человека к суррогатному материнству, оно индивидуально. Кто-то за, кто-то против, кто-то придерживается нейтральной позиции. К сожалению, численность населения Республики Беларусь уменьшается, и я вот недавно просматривала статистику. В этом году, в 2018 мы наконец-то вышли на уровень 2010 года. То есть когда-то у нас было 10 миллионов человек, стала падать численность. В 2010 году немножечко был рост, потом опять спад, и вот через 8 лет мы хотя бы смогли вот выйти на этот уровень. Сегодняшний день у меня есть монография, которая посвящена этой теме. Сейчас Белорусская Нотариальная Палата проводит повышение квалификации, они меня приглашают как лектора, чтобы я нотариусом рассказала о суррогатном материнстве, и, в принципе, интересные лекции получаются, все довольны. Дальнейшее какое-то развитие возможно получит в моей докторской диссертации. В этом году, например, меня пригласили в рабочую группу, когда обсуждался законопроект о внесении изменений и дополнений в закон Республики и Беларусь о вспомогательных репродуктивных технологиях. И тот материал, который был наработан в течение многих лет, да, когда я осуществляла научные исследования по этой тематике, тоже был использован для вот такой практикоориентированной цели. Относятся люди к молодым ученым по-разному. Некоторые с небольшим недоверием. Вроде бы возраст еще достаточно молодой, как человек смог защитить диссертацию. Но когда видят твои работы, видят, сколько у тебя публикаций, открывают, опять же, базу Google Scholar и видят, что действительно у человека хорошая цитируемость, сразу отношение меняется. То есть, конечно, первоначально, может быть, есть какое-то недоверие по отношению к возрасту, но я вот люблю повторять, что молодость, как сказал Гёте, это недостаток, который очень быстро проходит. Молодость, она хороша, но с возрастом у нас появляется опыт. И это очень важно. Заниматься наукой – это интересно. Интересно много. Интересен сам процесс и интересен результат, который ты получаешь после того, как много бессонных ночей прошло, ты много материала поднял, много чего исследовал. И когда ты понимаешь, что пазлы начинают складываться в единот, это одухотворяет, это подталкивает на то, чтобы заниматься этим вновь и вновь. Очень важно, чтобы человек умел учиться. То есть, вот научить учиться, на мой взгляд, это на сегодняшний день самое важное, потому что мир сегодня настолько быстро меняется, шаблоны настолько разные, что нужно работать в формате вне шаблонов, нужно уметь приспосабливаться к той ситуации, которая есть на сегодняшний день и показывать себя с наилучшей стороны. На сегодняшний день ученые – это не только человек, который постоянно что-то пишет, который сидит в библиотеке, в очках, задумчивый. Нет. Ученые – это, в первую очередь, очень интересные люди и очень пытливые люди. У ученых, кроме того, что они занимаются научными исследованиями, есть и другие интересы. Кто-то занимается живописью, кто-то великолепно играет на музыкальном инструменте. Интересы различные. То есть, кроме того, что человек занимается чем-то, у него есть еще и хобби. Дальше я еще не думала. То есть, вот ближайшая перспектива, которую я вижу – это поступление в докторантуру. И моя цель – написать действительно докторскую диссертацию в течение обучения в очной докторантуре. То есть, задел уже, конечно, какой-то есть, материал уже какой-то есть, но все собрать воедино, сформулировать положение, выносимое на защиту, найти практикоориентированность и получить, скажем так, практическое применение того, что будет написано исследование – это вот моя цель на ближайшее время. То есть, в следующем году планирую поступать в очную докторантуру и надеюсь, что в течение трех лет после окончания я смогу завершить исследование, которое, в принципе, уже ведется. Работая в университете, нужно понимать, что ставка доцента – это не единственная статья дохода. Мы, как преподаватели, имеем возможность участвовать в международных проектах, можно выиграть грант. Кроме этого, когда уже тебя знают как специалиста в какой-то области, тебя приглашают провести еще какие-то лекции специалистам с высшим образованием. В настоящее время Совет молодых ученых нацелен на решение задач именно общеуниверситетского уровня, которые стоят перед университетом. В первую очередь, это, конечно, вовлечение молодежи в науку. У нас очень талантливые творческие ребята входят в состав Совета молодых ученых. От каждого подразделения у нас есть представитель. Мы обсуждаем проекты, которые можем внедрить. И вот один из новых проектов – это проект «Научный микрофон БГУ», к участию в котором мы приглашаем магистрантов, аспирантов и сотрудников Белорусского государственного университета, чтобы они смогли опробировать результаты тех исследований, над которыми работают уже определенное время.